Сегодня в выпуске. 100 тысяч жителей Башкирии ежемесячно уезжают на заработки в другие регионы. Как правительство собирается их вернуть? В Парке Победы прошла тренировка по скандинавской ходьбе. 31 год работы в школе и сотни выпускников в Уфе наградили лучших учителей Башкирии. Почему я так держусь за каждое предприятие и каждого инвестора? Да чтобы наши земляки, работящие, опытные специалисты, не уезжали тысячами от своих семей в другие регионы. В своем послании к Урултаю Ради Хабиров обратил внимание на проблемы вахтовиков. Он пообещал, что никогда не оставят в беде земляков. Поводом стала ситуация с рабочими из Башкирии на судостроительном заводе. Они уехали на заработки на Дальний Восток, но оказались без денег. Пообещали, что будет стабильно, зарплата 120, выплаты будут стабильны. Я работаю с сентября месяца. За сентябрь, да, я получил. Октябрь, ноябрь, так же, как и все остальные. За них заступился глава республики. Он поручил чиновникам проверить организацию, которая направила рабочих на вахту. По информации госинспекции труда, значит, сегодня имела место быть задолженность. Они сейчас проверяют все эти факты. То есть по отдельным людям уже, ну, сообщали вчера, что, значит, они выплачивают уже. В Министерстве труда, семьи и социальной защиты говорят, около 150 тысяч жителей Башкирии работают вахтовым методом. В основном уезжают в Тюменскую область, Ханты-Мансийске и Ямало-Ненецкие автономные округа. В этих регионах зарплата в полтора-два раза выше, чем в республике. За три квартала 2019 года среднемесячная зарплата в промышленном секторе нашей республики, она составила 42 тысячи рублей. В то же время, допустим, в Тюменской области среднемесячная зарплата за указанный период, средний тоже, это составило свыше 71 тысячи рублей. А если мы возьмем, допустим, Ханты-Мансийский автономный округ, где зарплата 73 тысячи, Ямало-Ненецкий для средней зарплата составляет 100 тысяч рублей. Такие деньги башкирские предприятия предложить не могут. По данным республиканского Минпрома, средний размер зарплаты у работников нефтяной отрасли 74 тысячи рублей, а на производстве изделий из кожи 13 тысяч. Чиновники говорят, ситуацию исправят лишь инвестиции. По словам жён вахтовиков, мужья не прочь трудиться на родной земле, лишь бы достойно платили, чтобы хватало содержать семью. Я ему, знаете, вопрос просто в лоб задала. Я говорю, сколько тебе сейчас нужно здесь платить, чтобы ты остался? Говорит, не меньше 100 тысяч, всё. Я думаю, это само за себя говорит уже абсолютно. Согласно сентябрьскому указу ради Хабирова, через пять лет в Башкирии создадут 50 индустриальных, агропромышленных и технопарков. Это значит, что в республике появятся новые рабочие места, возможно, с приемлемой зарплатой. Но пока это произойдёт, вахтовикам нужно кормить свои семьи, а значит, лозунг «Счастье работать дома» для них пока не работает. Конкретных способов, как удержать рабочих в Башкирии, чиновники не называют. Да и программы по возвращению вахтовиков у них нет. Лепнина и струнный квартет. В такой атмосфере наградили лучших учителей Башкирии. Среди них Людмила Вакутина. Она больше 30 лет преподает математику на своей малой родине. Васкина в школе номер два. После учёбы Людмила Вакутина вернулась в Аскино. Сегодня она почётный работник общего образования России и заслуженный учитель Башкирии. Людмила Сергеевна признаётся, её главная задача – помочь школьникам осуществить свою мечту. Счастье, наверное, чтобы дети, их мечта осуществилась. Всегда старалась для детей, чтобы детям было хорошо. За 30 лет Людмила Вакутина выпустила десятки классов. Под её руководством готовились к экзаменам сотни школьников. За это время поменялись методики, учебники и президенты. Но кое-что осталось таким же. Дети. Дети такие же хорошие, душевные. Хорошие дети. На отношение школьников к занятиям влияет образ преподавателя. Так считает Рида Давыдова. Учитель с 40-летним стажем. Есть и молодые, очень энергичные, очень творческие. Ну, всякие есть учителя, и поэтому это зависит только, я так думаю, от педагогов, с каким они интересом, с каким они энтузиазмом работают и ведут детей к цели. В колонном зале Минсельхоза Башкирии также вручили первые гранты молодым учителям, которые уехали работать в село. В этом году вручат 100 грантов. То, что касается поддержки сельских учителей, мы будем это продолжать. Мы посмотрим, как вот в этом году реализовывается этот проект. Будем увеличивать по мере необходимости количество грантов, чтобы все-таки у нас в селах тоже жизнь кипела, и тоже были молодые учителя, которые получили бы возможность, ну, для какой-то решения частично своих проблем. На своей странице ВКонтакте Радиха Биров рассказал, что со следующего года молодые педагоги на селе получат 150 грантов в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги учителя могут потратить на улучшение жилищных условий, повышение квалификации, отдых или приобретение автомобиля. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Наверное, в каждом городе есть особые уголки, где время будто замедляет свой бег, и все вокруг выглядит степенным и размеренным. Это так называемый старый город, места, несущие отпечаток старины и потому обладающие особой атмосферой. В Стерльтамаке также имеется ряд таких старинных домов, в одном из которых недавно начали реконструкцию. Это здание – одно из немногих каменных сооружений прошлой эпохи, которое сохранилось и по сей день. Заложено оно было в 1905 году и принадлежало купцу Василию Григорьевичу Патрикееву. Это известный купец городской, он был гласным городской думы, помимо того, что он был просто купцом, владел этим зданием. А здание было непростое, это были самые главные гостиничные номера, именно так называлась до революции гостиница в нашем городе. Находясь здесь, буквально чувствуешь присутствие чего-то очень значимого, будто сами стены нашептывают тебе истории всех поколений людей, которые здесь когда-то жили, работали, служили и, конечно, любили. Так, на полу здесь до сих пор сохранились остатки трогательных писем с разных уголков страны, которые девушки писали своим возлюбленным, проходившим службу на башкирской земле. Такие находки неудивительны, ведь история этого дома тесно связана с военными. В 30-х годах и вплоть до начала Великой Отечественной войны в 41-м году здесь размещалась 170-я стрелковая дивизия. Примечательно, что дом купца Патрикеева является объектом культурного наследия Республики Башкортостан, памятником истории и архитектуры регионального значения. В городе Стескамак на сегодняшний день есть 72 памятника истории и архитектуры. 57 из них имеют региональную категорию, представляют особую ценность для Республики Башкортостан. Сохранение зданий памятников – это основная проблема сегодня. Многие из них заброшены, не используются. Как следствие, здание приходит в веткость, разрушается, что может привести в будущем к его утрате. Как, например, я хочу привести известный многим горожанам дом Патрикеевых, находящийся на улице Комсомольской. Здание начало разрушаться, не эксплуатировалось, было заброшено. Но нашелся инвестор. Наш сотрудник, архитектор, подготовил проект реставрации, который должен вдохнуть здание новую силу, новую жизнь. На фоне всех современных зданий из стекла и бетона, эти вековые стены, деревянные опоры и чугунные балки выглядят колоритно и величественно. Поэтому перед строителями стояла сложная задача. Максимально сохранить первозданный вид и части этого здания. Самый объект является одним из интереснейших. И очень интересным является подход заказчика к этому объекту. Качество подхода, изначальное желание не приспособить грубо, а очень деликатно отнестись к объекту. У заказчика даже появилась новая идея по корректировке проектной документации, чтобы еще больше сохранить исторических элементов. Предметом охраны данного здания являются стены внешние и внутреннее убранство – это перекрытие первого этажа. В процессе реконструкции все лишнее изнутри мы уберем. Останутся у нас основные несущие стены в первозданном виде, которые мы отреставрируем как с наружной, так и с внутренней части. На фасаде здания со стороны Комсомольска и Худобердин будут восстановлены балконы, которые являются неотъемлемой частью архитектурной выразительности здания. Были снесены в советское время. Балкон, который находится на северо-восточной стороны, будет увеличен в несколько раз, как он выглядел в первоначальном здании. Для очистки старых стен строители применяют интересные методы, которые позволяют придать старому кирпичу вид, который также будет вписываться в будущий современный дизайн. Бизнес-центр, который планируется создать в старинном доме купца Патрикеева, по предварительной оценке специалистов, будет являться значимым объектом для экономического развития стерли-тамака. Насколько мы придерживаемся целей, это не только получить недвижимость, на которой можно заработать какие-то денежные средства, но и здесь смысл совсем в другом. То есть мы пытаемся привлечь такой крупный бизнес именно в эти помещения, чтобы дать какое-то развитие данному историческому центру. Это привлечет потенциальных инвесторов в наш город, но и позволит развиваться и экономике, и населению появляются новые рабочие места. Крупные города так остро нуждаются в старых зданиях, что без них, вероятно, невозможно развитие полнокровных улиц и районов, писала великая Джейн Джейкобс в своей книге «Смерть и жизнь больших американских городов». И реконструкция дома купца Патрикеева в стерли-тамаке – замечательный пример того, что лучше реализовывать новые проекты по городской застройке в интересных старых районах, чем полностью уничтожать старинные дома ради новых. В концертном зале Башкортостан стартовал зимний фестиваль Национального симфонического оркестра. Специальный гость – пианист из США Тимур Мустакимов. По личному приглашению директора оркестра он приехал в республику. Мы знаем друг друга уже очень давно, мы с ним вместе учились, и мы созвонились, и он предложил мне сыграть концерт Чайковского, открыть ваш зимний сезон, что для меня, конечно, большая честь, я никогда в Уфе не играл. Играть первый концерт Чайковского – это не только большая честь, но и ответственность. Всегда волнительно, а с незнакомым коллективом вдвойне. Но об этом Тимур не беспокоился, солист утверждает, что на репетициях музыканты понимали друг друга с полуслова. Нашли какие-то интересные новые детали такого знаменитого, мягко скажем, концерта, который часто очень звучит. Мы постарались как-то его услышать больше как симфонию, как ансамбль, нежели как солист и аккомпанирующий оркестр. Уфинцы остались от увиденного в восторге. Постоянный зритель и один из основателей симфонического оркестра Зуфар Хамадинов отметил профессионализм музыкантов и не обошел стороной заграничного гостя. Пианист в великолепной форме, такие фразы виртуозные, блестящие, справился. Зал невозможно обмануть, когда не задевает сердечко. Игру отметили не только профессионалы, но и любители. Он очень эмоционально играл, вкладывал душу в это произведение, в исполнение. На открытии оркестр исполнил одно из величайших произведений мировой культуры – симфонию «Манфред». 23 декабря, по словам главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова, наступит духовная кульминация, когда уфимцы смогут услышать немецкий реквием Брамса. Сам смотр продлится до 27 декабря. С полной программой можно ознакомиться на сайте симфонического оркестра. Екатерина Дейнека, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. Уникальная возможность собраться вместе и познакомиться с единомышленниками представилась активным уфимцам, занимающимся скандинавской ходьбой. В морозный четверг в Парке Победы компания Уфанета организовала большую тренировку в форме сказочного новогоднего квеста. Наш призыв – это живи активно. В общем-то, все в нашем мышлении. То есть, если человек хочет быть здоровым, для этого не нужно много чего-то. Нужно просто как-то регулярно тренироваться. И, в общем-то, скандинавская ходьба – это простейший путь к оздоровлению своего организма. То есть, всего-то нужно две палочки и желание пройтись по парку в течение 30-60 минут в день. И вы уже будете себя чувствовать хорошо и иметь крепкую сердечно-сосудистую систему и позитивное мышление. Редактор субтитров А.Семкин «Сегодня здесь те люди, которые занимаются на наших площадках уже не один год. И они, в общем-то, активные, позитивные, они молодцы, они образцы активного образа жизни». Зульфия Афхадива придерживается правила «Движение – это жизнь». Женщина занимается скандинавской ходьбой уже второй год. По словам Зульфии, это занятие бодрит, поднимает настроение и держит в тонусе тела, а еще и является дополнительным поводом встретиться с друзьями. А потому что не захотелось сидеть дома, а потому что захотелось быть здоровой, бодрой, красивой, активной. Всегда с подружками, всегда с подружками, которые поднимают настроение, рассказывают различные веселые истории, анекдоты. Это здорово. Посмотрите, сколько много здесь подружек, и все они молоды, красивы, бодры и веселы, несмотря на возраст. Проект компании «Уфанет. Живи активно» – это бесплатные занятия аэрофитом и скандинавской ходьбой в парках и скверах Уфы для всех желающих, независимо от возраста. Тренировки проходят в 11 парках и скверах Уфы в будние дни. Ознакомиться с расписанием можно на сайте ufanet.ru. А 18 декабря в сквере «50-летие Победы» состоится очередной новогодний спортивный квест. Праздник замечательный, замечательный. На каждой остановке было веселье, был оптимизм, был такой заряд бодрости замечательный. Мне очень понравилось. Эльна Арахасанова, Сергей Имаев, городской телеканал ЮТВ. Здраво, меня зовут Мир Коздравич. На электронных рекламных табло в Орле появилась социальная реклама от волонтерской организации. На ней изображен мужчина преклонных лет с медалями на груди. Рядом надпись «Забочись о ветеринарах вместе с волонтерами Победы». Ветеринары, ветеринары, ветераны, извините, вы поправите. Ошибку, конечно, уже исправили, но, как говорится, осадочек остался. В организации «Волонтеры Победы» заявили, в том, что ветераны стали ветеринарами, виновата компания-субподрядчик, которая разместила рекламу. Якобы ее дизайнер открыл готовый макет и внес туда изменения. В рекламном агентстве, делавшем баннер, сказали, что слова перепутались из-за автозамены. Ошибку не признали, однако сообщили, что итоговый вариант был согласован с заказчиком. Да ты чё, Серега, ты что мне дал, то я и перепутал. Представители рекламного агентства добавили, что искренне сожалеет и приносит свои извинения ветеранам. Дизайнер, допустивший оплошность, также наказан по всей строгости и оштрафован. Однако, это не первый случай подобных ошибок в отношении ветеранов. Ты что, написал варенок? В прошлом году в Петербурге, в Любашинском саду, на праздничном баннере дату окончания Великой Отечественной передвинули на 450 лет назад. В Сверловской области разместили баннеры с фотографиями участников и именами. Вот только имена перепутали. На подобных плакатах изображали и солдат в немецкой форме, и американского солдата среди пальм, поздравлявшего с 9 мая. Ладно, и так сойдёт! Ну, ладно баннеры, это ещё можно списать на халатность. Но в этом году в Белгородской области чиновники пришли к ветерану с подарками и поздравлениями. Да только, как выяснилось, изначально они шли к другу участнице войны. Вот только адреса перепутали. Чиновники плечами пожали, развернулись и ушли. Прихватив с собой подарки. Ведь в отличие от случая с баннерами, внимание к подобным ситуациям минимальное. А значит можно обойтись без извинений и исправлений. До скорых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...